Жильцы в этот дом по улице Целинная заехали пару месяцев назад и сразу столкнулись с проблемой. Во дворе бродит стая бездомных собак. Нам невозможно проходить, уйти, например, с ребенком гулять, невозможно дойти до магазина, поскольку мы опасаемся за свою жизнь, за своих детей. Сама лично с ними столкнулась. Было 10 собак. 10 голодных собак, которые бегали около нашей мусорки. Даже сказали жители, что они забегали на детскую площадку, где гуляют у нас дети. Мы пробовали звонить в специальные службы, которые отлавливают собак. На что нам сказали, что мы можем приехать только через неделю. Информация о том, производится ли в городе отлов собак, противоречивая. Местное время сообщают, что отлов собак в Перми не производился с ноября прошлого года. В администрации района заявки на отлов принимают. В любом случае к встрече с бездомной стаей нужно быть готовым. И обязательно объяснить ребенку, что собака – это животное, его поведение может быть непредсказуемым. Будет полезна информация о том, где чаще всего можно встретить стаю. Это кусты, пустыри, мусоросборные площадки и районы теплотрассы. Если все-таки встреча с бездомной стаей произошла, действия должны быть следующими. Прежде всего не должно быть паники. То есть крик, убегание – это все инстинкт добычи. Наверняка собаки среагируют и будут активно преследовать. Если это территория, потихоньку выйти с территории. Если у нас есть рюкзачок, можно снять рюкзачок, выставить перед собакой. Сильно поможет, если мы встанем к стенке, к забору рабицы, к кустам. То есть мы, во-первых, лишим собаку возможности забегать сзади, будем держать ее на контроле. Снежок, камень, песок, подобранные земле, брошенные в собаку, а также обескураженные. Если встреча с бездомными собаками произошла в темное время суток, можно посветить фонариком в сторону собак. Яркий свет их отпугнет. Постарайтесь привлечь прохожих. На большое скопление людей стая, как правило, не нападает.